Добрый день! Сегодня мы не будем говорить ни о видах, ни о сортах растений. Сегодня мы поговорим о кустарниках и деревьях с необычной окраской листвы. Что значит необычной? Для меня необычная любая окраска, которая не является зеленой. На сегодняшний день наши сады украшают растения с ярко-желтой, красной, иногда оранжевой или темно-бордовой, почти фиолетовой листвой. Также достаточно много пестролистных сортов, то есть на зеленом листе есть белые или кремовые полоски или пятые. Посмотрите на эти растения, по-моему они прекрасны, что сравнится с Аспирея Голден Принцесс в дождливый пасмурный день. А насколько необычен и прекрасен Адмирейшн? Любой тенистый уголок станет светлее и наряднее, если туда посадить пестролистные хосты. А если у вас большая площадь под сосновым лесом, то без дерна пестролистного просто не обойтись. Сегодня я хочу попробовать разобраться, что вызвало такие изменения в листьях и требуют ли эти растения какого-то особого ухода. Начнем с пестролистности или по-другому варигатности. Если коротко, то пестролистность это локальное отсутствие зеленой окраски ткани. Как вы помните еще из школьной программы, зеленые пластиды это хлоропласты, в которых локализован зеленый пигмент хлорофилла. В результате мутации синтез хлорофилла подавлен, и мы наблюдаем либо белые участки листьев, в которых вместо хлоропластов есть лейкопласты, то есть бесцветные пластиды, либо желтые, в них есть хромопласты. Такое явление, когда в растении присутствуют два вида клеток с разными генотипами, называется химера. Помните, в древней мифологии было такое существо с головой льва, телом козы и хвостом змеи? Так вот, здесь примерно тот же самый принцип. Углубляться в вопрос, чем вызвана такая мутация, мы не будем. В большинстве случаев она имеет естественную природу, хотя может получиться и путем облучения. Что это дает нам и какой из этого можно сделать вывод? Вывод напрашивается сам собой. Чем больше площадь поражения, тем больше растения нуждаются в вашей заботе. То есть, чем больше белого или кремового, тем растения слабее своих собратьев с нормальным зеленым листом. Барригатность это очень декоративное, красивое, но все-таки отклонение от нормы. Всю жизнь такие растения пытаются избавиться от красивой болезни. И при первой же возможности переходят к обычным зеленым формам. Поэтому, если у вашего друманди или дерна появились зеленые ветви, их нужно незамедлительно вырезать. Иначе, через несколько лет вы вместо изящного пестролистного клёна получите обыкновенный зеленый астролистный клён. Замечено, что пестролистные формы медленнее растут и чаще порождаются грибковыми заболеваниями. Все это необходимо учитывать при выборе растений и дальнейшем уходе за ними. Есть мнение, что освещением и удобрениями можно регулировать яркость варегатных формах. На мой взгляд, яркость и степень пестролистности все-таки обусловлены генотипом. Но определенная доля правды в этом есть. Но давайте немного поподробнее. В интернете очень часто в рекомендациях по уходу за пестролистными растениями можно встретить совет избегать удобрения органические или минеральные с повышенным содержанием азота. Мол, это приводит к полному исчезновению варегатности, что выпускает даже специальные удобрения для пестролистных сортов. Может, это и так, но мне в это слабо верится. Начнем с того, что много удобрений – это, в общем-то, плохо. И неважно, органические они или минеральные. А много азотов в удобрениях – это еще хуже. Мало того, что мы снижаем зимостойкость растений, побеги из-за большого прироста просто не успевают одревесеневать. Так еще и провоцируем появление веток с нормальными зелеными листьями, так как азот способствует не только росту, но и образованию хлорофилла. Это не значит, что удобрения не должно быть совсем. Просто везде нужно соблюдать золотую середину. Что касается освещения. Ну, бытует мнение, что пестролистные формы нужно сажать на яркое солнце или лист просто позеленеет. Конечно, это не так. Иначе из наших садов пропала бы вся пестролистная хоста. Варегатность никуда не уходит от недостатка света. Этот совет больше подходит для тех пестролистных растений, где зеленых участков почти нет. Все-таки процесс фотосинтеза на солнце происходит интенсивнее. Какой совет можно дать при подборе сортов пестролистными листьями для вашего участка? Ну, во-первых, внимательно относитесь к выбору вида. Если вид зимостойок зимует без укрытия, то и ваши химеры без проблем будут зимовать. Во-вторых, посмотрите на степень варегатности. Зеленые участки должны присутствовать. Их должно быть не менее 50%. В этом случае вы также не потеряете ваше растение после зимы. И третье. Профилактические обработки и санитарные, и омолаживающие обрезки. Но это вы и так делаете в этом, я уверена, на все 100%. Кстати, все эти советы также актуальны и при подборе сортов хвойных. Единственное отличие от лиственных их – хвоя не опадает на зиму. Поэтому помните, что белые кремовые вкрапления могут вымокать. С пистеролистностью вроде бы разобрались. Теперь давайте поговорим о растениях с красными, желтыми или даже оранжевыми листьями. Скажу сразу, к химерам такие растения не имеют никакого отношения. Из школьного курса ботаники мы помним, что в тканях растениях присутствуют три группы пигментов, которые влияют на окраску листа. Каротоноиды – это желто-оранжевые. Хлорофилы – зеленые. И антоцианы – отвечающие за красный цвет. Концентрация и преобладание одной или другой группы влияет на итоговый цвет. Разбирать подробно каждую группу мы сейчас не будем. Хотя еще не раз будем возвращаться к этой теме. Поговорим о том, как сделать ваши кустарники или деревья более яркими. Вы, наверное, замечали, что один и тот же сорт растения в разных уголках вашего сада выглядит немного по-другому. Это и не удивительно. Помимо сортовых признаков, на интенсивность окраски оказывает влияние условия, в которые посажены ваши растения. Свет, кислотность почвы, влажность и даже температура воздуха. Кислотность почвы оказывает немаленькое влияние на окраску листвы. Как подкислить почву, думаю, вы знаете без меня. На температуру воздуха мы повлиять, увы, не можем. Но тем не менее. Антоциан появляется в листьях и стеблях в весенний и осенний период. В отличие от хлорофилла, этот пигмент полеустойчив к низким температурам. Поэтому не только краснолистные сорта, но и многие природные виды весной имеют гораздо более яркий молодой прирост. Розы, некоторые виды лещины, даже спирея. Освещение – это немаловажный и, пожалуй, самый решающий фактор. На открытом солнечном месте окраска будет намного ярче и интенсивнее. Посмотрите на краснолистный барбарис. Ближе к центру кроны лист более зеленый, так как не хватает освещения и больше вырабатывается хлорофилл. Ну и последний фактор – это удобрение. Удобрения с большим количеством фосфора делают окраску более тусклой. А вот калий и микроэлементы – наоборот. Почти все то же самое можно сказать и про растения с желтой и оранжевой окраской листьев. С одним только отличием, что здесь больше преобладают каротоноиды, а не антоцианы. Ну и напоследок. Замечено, что желтолистные сорта растут несколько медленнее, чем краснолистные или зеленолистные того же вида. На этом все. До скорых встреч. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Удачи!